Сегодня вспоминают Анну Ахматову. В этот день, 133 года назад, родилась поэтесса Серебряного века. Над ней не властвовала сила притяжения. Смена власти, аресты, расстрела, литературная казнь в 1946-м ее не склонили. Через всю жизнь Ахматова пронесла образ сильной женщины с ровной осанкой и гордо поднятым подбородком. Личную боль и скорбь за судьбу поколения оставила на бумаге. В Российской национальной библиотеке бережно хранят ее рукописное наследие. 25 толстых папок, 100 килограммов писем, фотографий, черновиков. На пожелтевших страницах разборчивым почерком. Впрочем, литературу ведом сложно было расшифровать ее записи. Слишком много правок. А первоначальный вариант зачастую вообще не прочесть. Ахматова часто стирала строчки, выведенные карандашом, заклеивала и даже вырезала части текста из рукописи. Ахматова, например, хотела, чтобы никто никогда не видел, какой был вариант текста. Вот она, что делала. Это поэма «Безгероя», это «Решка». Здесь был еще один вариант страфы из «Решки». В российской национальной библиотеке хранятся рукописи с ранним и поздним творчеством поэтессы. Большую часть сожгла сама Ахматова, которая боялась за судьбу своей семьи. Продолжение следует...